ОПГ хуторские, у нас нет такого... Почему местные люди об этом говорят? Вроде бы они и расстались хорошо, вроде бы и попрощались. На камере этот конфликт не попал. Вот в руке у него предмет. Не напоминает ли вам это то, что происходило во время процесса над Бешимбаевым? Сказали, готовь себе могилу рядом с сыном, либо отступи. Привет, это Айран. Кто слил в сеть видео с камер наблюдения в ночь убийства Ширзата Булата? Что ответил Хасан Касымбаев о своей причастности к ОПГ хуторские? И почему отец убитого подростка намерен уехать из Казахстана? Подпишитесь на Айран, здесь мы обсуждаем важные. Больше недели прошло с момента убийства в Талгаре 16-летнего Ширзата Булата. Все это время правоохранительные органы давали скудную информацию о ходе следствия. И вот теперь информация полилась, будто из рога изобилия. Сегодня МВД совместно с прокуратурой Алматинской области провело пресс-конференцию, на которой показали видео с камер наблюдения в ночь убийства Ширзата. И прокомментировали некоторые моменты. Внутри, в красной бейсболке, это отец покойного Ширзата. Он продавец. Покупатель, который купил пиво, вот он в бейсболке, с синей курточкой, без рукавов. Он приобретает здесь две бутылки пива, оплачивает за них переводом Каспий. Вначале они проверяют, буквально все проверив, оплата поступает. Собирает пиво, вот обратите внимание, дружелюбно, все по рукам. И как бы в народе говорится, все, вот он вышел. Он ушел, это через некоторое время, это мы сейчас прокрутили фрагменты, потому что быстро времени взять. Он вернулся, уже ставит сотовый телефон, попросил, поставит сотовый телефон на заряд. Уходит, потом возвращается за сотовым телефоном, уже выйдя на улицу. Вот сейчас обратите внимание, Ширзат покойный вышел раньше на улицу, после вот выходит Ширзат. Смотрите, вот он возвращается за сотовым телефоном, получает сотовый телефон и выходит на улицу. Вот здесь произошел конфликт между Шерзатом и покупателем. Но у нас вот данный момент, то есть посыл того, что это не из-за баночки пива, а здесь вот произошел. Вот здесь удар получает, вот отец выходит в красной бейсболке останавливать. Вот сын, Шерзат покойный. Отец возвращается, это приехал друг, которому он позвонил. Они выясняют обстоятельства перечисления денег. То есть перечисление денег было, все показывают. Вот здесь стоит дядя Шерзатом и стоит человек, который покупал, который подозреваем в будущем уже у нас. Здесь отец в руке предмет. Мы сейчас по соответствующей видеозаписи назначили экспертизу для определения, что у него в действительности было в руке. Вот сейчас в дальнейшем покажется, вот мы, внимание, у вас же. Вот замедленный кадр, вот в руке у него предмет. Вот здесь уже вся группа друзей уже приехала, здесь потасовка происходит. Вот обратите внимание на действия девушек. Вот одна из них, вот вторая. Вот отец стоит здесь у входа. Вот человек, который в зеленой курточке, который вдруг наносит туда, он закрывает, уходит вовнутрь. И здесь начинает вся потасовка. То есть это все зафиксировано, видеозаписи, что мы сейчас объективно имеем. В дальнейшем уже они за кадром уходят, там уже происходит. В дальнейшем уже преступные действия. Выходит, посетитель, который позже вызвал своих дружков на разборке, все-таки заплатил за пиво. Значит, конфликт был в другом. В чем пока вопрос. Конфликт вы сами же видели, да, конфликт. Вроде бы они и расстались хорошо, вроде бы и попрощались. Поэтому мы сейчас и устанавливаем, из-за чего вот между покойным шерзатами, вот которые вышло у нас поживаемое лицо, между ними что произошло. Ну, звонок уже в полицию поступил после того, как уже совершилось преступление. Звонок. И сразу же после того, как поступил звонок, через 8 минут полиция прибыла на место происшествия. Кстати, это видео с камер наблюдения еще накануне, до брифинга, уже гуляла в сети. Кто его слил и с какой целью, неизвестно. Замминистра МВД пообещал это выяснить. Правда, этими кадрами уже пользуются некоторые заинтересованные Лиза, чтобы выставить пострадавшую семью, убитого мальчика и его отца в неприглядном свете, что якобы конфликт начали они. Но разве это отменяет факт убийства и тем более оправдывает его? Впрочем, подобные атаки, увы, часто срабатывают. Вот и отец шерзаток, Ржаубай Нурымов, в своем новом обращении в очередной раз заявил, что боится за свою семью и даже намерен увести близких подальше от Талгара. Продолжение следует... Атып кетсе де, пышақ тап кетсе де, сот татып жеверсе де, что он ишен айтадым. Тек отбасымды, отбасымның амандыға керек. Бауырым, Акешешем, Балашағам, осылар, соларды. Мен осы Алматы қаласынан, Алматы Олысынан алып шықпетсен болын. Аман есен. Бауырым, Акешешем, 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 Аблата Олысынан алып шықпетсен болын. Менуэзмэн элсіздегенды оларға көрсіпеймеш кемге. Я, сынықты айтып койдым. Налғару отысында былықты, Акиматта былықты, Болинсиада былықты. Ян, сол үшін, көлдіретін болсаңыздар да, менің бауырларым, атанам көрмесіне. Олар пышақпен келді. Мен, ян, о жерге ұрыш күстап шықпайтын шарым. Болмаса, қағазау. Мен жалып арынып, жалынып сұрадым олардың, қолдарынан алдым. Қолдарын еркекше беріп көті сөзерді. Болды деп, артынан көп істеу отған тірлі бөлді. Менің отбасымын, менің, біз сөзерді, менің жерзат нұрғанат болды. Біз қан төксек, айтсаңыздар олады, қараласаңыздар. Қан төкті бұлар, қан шерді. Көзім дед ти қазақстанда, адалетті, шешымшықпайтынна? Тек, барығана өтнішім қазағай-эліне, Қан төксекбіңіз généralдар. Қан төксекбіңің,ENNіcoin үзің қырайтін. Қан тұпатымдар, аман есін, өп күті өрілің. Болдар, басқа мемлекетке, қандар тықырмір сүліп күтін. Параллельно со следом видео ночного конфликта в соцсетях появились ролики с жителями села Турар, который все уже знают как хутор. В своих обращениях жители заявляют, что в их селе живут не бандиты, а хорошие люди. Возможно, текст выступления не был ни с кем согласованный, люди вышли по своей инициативе, в то время как толгарцы все время с момента убийства твердят о причастности к преступлению банды хуторские, которые якобы заправляют три брата Хасан, Аслан и Ержан Косымбаевы. Один из них, Ержан, кстати, сидит за убийство таможенника, а другой, Аслан Косымбаев, руководит аппаратом Акима Толгарского района. И эти факты подтверждает их старший брат Хасан, который дал эксклюзивное интервью журналисту издания Орда Ки-Зет. Мен, агам, туған бауырым, Толгар Ауданы. Акімінің аппарат башысы боп жұмыстейді. Атқалы? Аслан Косымбаев Нұрғаев болу. Одан басқа тұсқандар, полиция қызметінде болмақа прокуратурда жұмыстейдіміз жоқ. Ержан деген менің інім 14 жылға баспостандығынан айырылғын, 2017 жылдан бері өзін жазасын өтіп жатыр. Сол Ержанға байланысты әртүрлі, бүгін, бүгін, әртүрлі сөйреттір пайда болды, соны көрсетсім, соны күшінен бір екен таны еттеп жазып жатыр. Таны көрсетпейді аласы ба, кім екенің? На, жігіттерін арасында кімді танейсіз? Мана ғожаңар Ержан менің туған әнім. Шерзатқа қандай қатысыңыз бар негізі? Оның танейсіз бар, оның әкесінің танейсіз бар, және де қаса қарна, оны өртірген балаларды танейсіз бар. Шығырым ауыл, бірақ ендір жанардың құныш асаған балалар, 98-2000 жылығы балар кен, мен оларды танымай декем. Әке шешелерің таным мүмкін. Мен олы ауылдан 2015 жылығы көшіп беткемін. Сізді қаралау кімде қажет сонайтып беріңіз? Бұл менеджәне менің отпасымды қаралау кімге керек екен түсінбей отырмын, қай жақтан жел соғып жатқанын да білмеймін. Можүт кезінде біреуді қат төп біліт болған шығарсыз, можүт бизнесін алу болған шығарсыз. Же, ғондай баше болмаған мен де. Жақып Асаныф кім бүк біліт сізге? Жақып Асаныфты телевизордың көргенім болмаса, еш қандай бізде таңстық, тұсқандық қармығатынасыңыз жоқ, өмірде көрмеген адам. Қылмыстық топтың башылары әнші әрістер мен сөйретке түскен донатады. Сіздің де желді көп деген сөйреттеріңіз бар екен, мұны қалай түшіндіресіз. Асу бені, ана мұлтық бен түскен сөйретіміз қалай түшіндіресіз. Онын 15 жыл бұрын түскен сөйреттер, әрине ұл қысылер жұлдыз болған еңен сөйретке түскеміз. Қазақтың бақыз көп деген сөйреттеріңіз қалай түшіндіресіз. О том, что никаких хуторских не существует, много раз за брифинг повторялы из-за министра МВД. Ответил он и по поводу причастности к трагедии у магазина того самого Хасана Касымбаева. Хасан Касымбаек уголовного дела в рамках этого расследования уголовного дела никакого статуса не имеет. Как таковы ОПГ хуторские, у нас нет такого на учете. ОПГ в Казахстане, учет ОПГ, лиц, которые занимаются ОПГ, как такого нет. В рамках этого дела я вкратце даже словесный портрет представлю задержанных. Там двое являются, работают в ипадроме конюхами. Один из них в Шамбулахе работает, разнорабочим. Другой сторожем в Абулахе. Двое работают в салоне красоты. По крайней мере, связь их будет каждого тщательно проверяться в рамках расследования уголовного дела. Вы говорите, что ОПГ хуторские не существует. Но почему местные люди, есть свидетельства, об этом говорят? То есть они это придумали? И правда ли, что некий Аслан Касымбаев работает руководителем аппарата Толгарского района? То есть он на госслужбе, при этом его брат Ержан сидит за убийство человека. То есть какую оценку вы могли бы этому дать? Данный человек, который работает в аппарате Аккимата Толгарского района, он, наверное, прошел какие-то спецпроверки перед тем, как устроился на государственную службу. В этой части, я думаю, если бы какие-то были препятствия, то он бы не мог заступить на государственную службу. У нас есть спецпроверки и другие виды проверок. То, что касается ОПГ, если у вас есть какая-то информация, я вас попрошу, сейчас могу, пожалуйста, после брифинга зарегистрировать ваше обращение, и в этой части мы тщательно проведем проверку. Я просто хотел сказать, что по трудовому кодексу никак не запрещает и не ограничивает наличие прямого брата судимого, допустим, работы на госслужбе. Но в этой ситуации, если даже посмотреть, может быть даже он устроился раньше на государственную службу, а какой-нибудь родственник мог совершить потом преступление. Теперь это же не значит, что сотрудник государственной службы должен уволиться. Поэтому здесь так ставить вопрос, наверное, будет не очень правильно и корректно. А вот то, что сейчас все говорят о ОПГ хуторский, как мой коллега Ужат Ульгенович ответил, в Толгарском районе есть просто район такой хуторский. И может быть оттуда все жители, кто там находится, еще называют из хутора, там живет. Поэтому где-то что-то, может быть, оно где-то приклеилось, и люди по привычке так называют. Также в ходе брифинга журналистам рассказали, что сейчас по делу Ширзата задержаны 10 человек, остальные проходят как свидетели. А всего возбуждено несколько дел по факту убийства, хулиганства, угроз и по статье недонесения о преступлении. Параллельно расследуют дело о пожаре. Прокурор Алматинской области и замминистра МВД сообщили, что на месте сгоревшего дома семьи Ширзата Булата найдены перчатки и канистра, а вот подозреваемых пока нет официально. А неофициально нашлись те, кто стал обвинять пострадавшую семью. Якобы убитые горем родители могли сами сжечь свой дом. По этому поводу отцу Ширзата Булата даже пришлось публично оправдываться. Вот и мы задались вопросом, кто пытается дискредитировать потерпевших, кому выгодно очернить жертву и к чему может это привести. Об этом мы поговорили с правозащитником Айтбеком Амангельде, которому эта ситуация более чем знакома. На брифинге полицейские показали видео и акцентировали внимание, что посетителя первого избили в магазине, а не он начал скандал, что у отца Ширзата был в руках предмет, похожий на нож. А еще в сети появились ролики, в которых жители того самого хутора выступили с опровержением, что у них орудует якобы ОПГ. Вот нет ли у вас, Айтбек, ощущения, что в отношении пострадавшей семьи начали вот некую кампанию по очернению? Ну, во-первых, ощущение такое есть, и оно не основано на пресс-конференции. На пресс-конференции сообщили о том, что, да, был конфликт, якобы, опять-таки, на камере этот конфликт не попал, и, соответственно, наши на текущем подзащитные не были свидетелями этого. Отец в этот момент находился в магазине внутри. А в целом какая-то кампания по дискредитации, на самом деле, по ощущениям будто бы ведется. Если это так, то для чего это делается? То есть это вот очернить одних, чтобы, условно говоря, отмазать других? Ну, это стандартная практика, знаете, во многих уголовных делах, что жертвы сами виноваты. Это victim blaming, довольно-таки распространенная позиция во всех делах, которые касаются уголовного кодекса. Кого они хотят этим обелить, скажем так? Обелить, в том числе, убийц, в первую очередь. Там ведь как все сейчас вот не, я не говорю, не про пресс-конференцию, а как вот сейчас другие разнообразные паблики все это публикуют, выносят это вот там, где сливы были. Выносят именно какие-то отрезки там, где присутствует нож, причем они утверждают, что это нож. На текущий момент даже полиция этого не утверждает. Также утверждают, что потасовку начал именно Шерзат. Опять-таки, этот факт не установлен. Он находится вне поля зрения камеры. Что там произошло, мы до сих пор не знаем. На текущий момент вот сейчас идет допрос пострадавшей стороны, и они дают свои показания. В этой связи, раз вы со мной согласны, что это тоже вам кажется похоже на некую кампанию по очернению, вот не напоминает ли вам эта кампания по дискредитации жертвы то, что происходило во время процесса над Бешимбаевым? Да, полностью напоминает. На самом деле, с первого видео, где начали говорить о том, какие-то определенные люди, насколько они хорошие и все прочее, с этого момента стало понятно, что начнется информационная атака, и вот она продолжается. То есть тоже порядка, по-моему, двух или трех дней пытаются привести к тому, что Шерзат заслужил смерть, что он спровоцировал, чтобы его убили. То есть вот эта постановка, этот ракурс, он заметен всем публикациям. Да, ну и вот что, как будто бы делали акцент сегодня, в частности, на то, что у его отца был нож, а то, что это могло быть, естественно, способом самозащиты, почему-то как будто бы в эту сторону, как мне показалось, не было такого. То есть они именно акцентировали, вот смотрите, вот мы выделили у него в руках предмет, похожий на нож. Однозначно, смотрите, эта частная территория, туда вторгается такое большое количество людей, каким образом еще крыжаубая может защитить себя и свой сын. Опять-таки я не берусь в течение, что это нож, либо не нож, но однозначно, если ты выходишь против 10-12 человек, выходить с голыми руками – это самоубийство. Никто из подсудимых, которые на текущий момент, точнее задержанные, не пострадал. То есть у них нету порезов и прочего от этого ножа. Да, то есть опять же, в принципе, есть факт того, что он его не применял. Ну, то есть он именно просто вышел как устрашение, опять же, да. То есть, естественно, как он, если я не ошибаюсь, сам ведь он говорил, не с ручкой же мне было против них выходить. Больше даже не устрашение, я бы сказал, сдерживание прогрессоров, которые приехали на сборки. Вы, как мы поняли, на связи с семьей пострадавших, скажите, они действительно сейчас сильно напуганы? То есть вот отец Шерзата с самого начала заявлял о том, что дело волокитят и что ему поступают угрозы. Теперь вот он и вовсе заявил, что он хочет уехать из области и даже из страны. Вот если, да, почему так? Смотрите, до того, как они вышли на дорогу и перекрыли дорогу, это вот было 8-го, по-моему, октября, и когда вот наша команда подключилась, дело вело толгарх РОВД, и с их стороны, да, была какая-то задержка, просто элементарно они не сообщали, кто следователь, и вот такие вот моменты были. Поэтому с момента, как мы подключились, дело передали, получается, в РОВД Кунаева, и они сейчас действуют с РОВД Толгара, то есть они там находятся физически, но следователи не местные, как, в принципе, и весь штат, который проводит охрану семьи на текущий момент, то есть они все тоже не из местных ребят. После того, как мы подключились, в принципе, каких-то волокит я лично не вижу, то есть я, Саида, адвокаты, Аскар, Морал и Карина работаем, прям постоянно по этим вопросам, постоянно в связи со следствием, содействие идет, то есть наши хат-тесты удовлетворяются. Да, возможно, наши хат-тесты, которые мы подавали по обеспечению безопасности семьи, да, вот мы его подавали, получается, девятого, по-моему, или десятого, что-то такое. В общем, это было, по-моему, до пожара, мы его подавали буквально за вечер до этого. Вот потому что мы только вступили, только начали защитить материалы дела, только появилась информация, что, возможно, причастна какая-то группировка к этому вопросу, и, возможно, есть угроза. Мне лично он рассказывал об одном факте, угрозы, когда приехали неизвестные люди на хороших машинах, представились блогерами и адвокатами, предложили свою помощь. С его слов, опять-таки, дали ему труппу телефона и говорили, что на связи адвокат, он хотел бы с вами поговорить. И по факту, опять-таки, со слов наших подзащитных, что сказали, что якобы готовь себе могилу рядом с сыном, либо отступи. Этот факт сейчас тоже на встрече, получается, со следствием подзащитной, и это будет обсуждаться, и, думаю, следственные действия последуют за этим по проверке. В принципе, когда этот вопрос начал шуметь, и мы, опять-таки, узнали, что есть возможная причастность к какой-то группировке, первой мыслью была эта релокация для того, чтобы перевезти их в какое-то безопасное место, в Алмату, либо в Кунаев, либо куда-то еще. Опять-таки, адрес, который никому не будет известен, и это будет охрана. На тот момент у матери, получается, Коржаубека были проблемы с сердцем, и она не хотела никуда уезжать. Плюс еще вот только похоронили, еще даже кратку не поставили. То есть все вот эти все моменты. Поэтому на тот момент они были не готовы переезжать. Сегодня, да, они заявились, Коржаубер заявился, что хочет изменить место, но на текущий момент общего решения семьи нету. Они ушли совещаться по этому вопросу. И если они решат, конечно, мы будем способствовать этому, и будем предстрелять убежище какое-то. То есть, в принципе, вы, условно говоря, не будете его как-то уговаривать остаться. Если он чувствует опасность для своей жизни, естественно, вы готовы предоставить, как-то помочь ему, наоборот, в его желании. Конечно. Конечно. Я думаю, это, в принципе, очень разумное решение. Опять-таки, мы тоже, как только вступили, практически сразу сделали это предложение, что так было бы безопаснее. Каждый раз, когда мы приезжаем какие-то следственные мероприятия, пока я там был, его единственное опасение, что там дети одни без него, и он за них переживает постоянно. Кстати, потерпевшая сторона настаивает, чтобы суд над подозреваемыми в убийстве Ширзата Булата проходил в открытом режиме. Об этом заявили в прокуратуре. Также стало известно, что Акима Талгара, Бахыта Куришбекова и его зама Сагандыка Матана уволили с формулировкой за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Это Айран. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, и оставляйте свои комментарии. Давайте обсуждать важное вместе. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Патреон и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова